Ну вот, штаб Тихановской, что я вынес из моего ролика, что нужно обращаться к силовикам, ну пока она это скромно делает, конечно, с просьбами, с какими-то. Я ей говорил, что нужно приказывать им, просто своих представителей, самой ходить по всем этим частям, подразделениям, обращаться к командирам письменно, выдавать им приказы, назначать старших, назначать уже министров. Ну, пока она делает, что переходите на сторону, так, ну все, в принципе, знают ее высказывания, что вы будете отвечать, вы не должны выполнять приказы, то она должна выдавать приказы, и должна, ну, как-то нормально нужно смотреть, я не знаю, дословно, дословно выполнять все мои инструкции. Ну, Лукашенко не может этого делать, он, значит, подхватил мою идею с дружинами с этими, но я их не дружинами называл, а чисто народное ополчение, фактически народное ополчение та же армия, в принципе, и подчиняться, и вступать в нее они должны не по доброй воле, а по, также по своей гражданской обязанности. Ну, то бишь, приказ нужно, опять же, выдавать, мобилизация, вот, гражданская мобилизация призывного возраста, ну и непризывного тоже, конечно, то есть там уже, да, по зову души, как говорится, рабочие, ну, возможно, и даже платить им за это дело, а в чем бы, тьму бы, нет, возможно, деньги собирать с предпринимателя на обмундирование, завозить его, соответственно. Вот. Пока Лукашенко не объявил всеобщую мобилизацию, она должна быть объявлена с другой стороны, вот, чтобы даже большая армия подчинялась уже ей, и она руководила ею. Ну, и всех свободных, свободных генералов, офицеров, конечно, назначать на должности в этом ополчении, ну, или как, кто, кто, кто переподчинится ей. То есть, соответственно, соответственно, склады также брать себе к свои руки. Ну, то есть, действовать там действовать, как я сказал, но что-то вы все это слабенько делаете, обращаясь через интернет. Вот. Решительно надо, а то весь мир уже ходит, смеется. Ну, как Невзорова говорит, что Лукашенко политически себя уничтожил, убил, типа, никуда он не поедет, никуда он, его никто не примет, а ему никто и не нужен. Китай же его признал, это же китайский ставленник. А для Китая он вполне подходит, вот, а им не нужно, чтобы он никуда ездил, а зачем ему нужно? Это же мариниточное правительство. Оно будет сидеть, выполнять китайские приказы, Китай будет сомжать их, видимо, и сырьем, и оттуда, видимо, забирать. Ну, короче, какой-то план у них вполне, он умещается в этот план, все его действия, вполне с их доктриной. Так что, что он там что-то потерял, в Европу ездить, ну, Китай, видимо, и не планировал, ему это Европа до фени. Лишь бы щупальца протянуть через Россию в Белоруссию, так сказать, тоже в Европу. А там, глядишь, что-нибудь еще обломится. Так что, тут все, в принципе, укладывается. Ну, китайские товарищи плевали на всех. Так, сейчас не те времена, чтобы, соответственно, расшаркиваться. Тут чуть боевые действия, фактически. Так что, им любой вариант хорош. Попало в зону влияния, думать о завтрашнем дне они не собираются. Раз они открыли даже войну с Америкой, то, тут уж, как говорится, дальние планы никого не интересуют. Ближний планы. Идет фронт, идет наступление, идет защита, идет оборона. Кто впадает в оборону, кто впадает в нападение. Отвоевываются ресурсы, отвоевываются территории. Переподчиняются войска армии. Так что, дальше можно развить эту идею. Ну, в принципе, мне не хочется сейчас уже.